Дорогие коллеги, я рад всех присутствующих в Zoom и присутствующих очно у нас в Институте всеобщей истории РАН видеть на нашем нумизматическом семинаре и рад сообщить, что мы с вами проработали уже полтора года. Это тот самый случай, когда я уже забыл, какой по счету это семинар, 11 или 12, по-моему, это и хорошо, что если я забываю, это значит, что их уже так много, что можно перестать считать и наслаждаться. Сегодняшним докладом мы закрываем вот этот полуторогодичный такой цикл, и на следующие два месяца, то есть на июле-август, мы уйдем на летние каникулы, на летнюю паузу. Я надеюсь, что мы встретимся в сентябре, в конце скорее всего сентября, если ничего не случится сородинарного. Ну, во всяком случае, в октябре, я уверен, мы точно вернемся к нашей работе. Что касается новых форматов, которые я вам уже третий раз, получается, обещаю, мы над ними усердно работаем, не все так просто, как хочется. Например, у нас еще не появилось видео с выступлением Юлия Краснобаева, потому что, как выяснилось, я наснимал почти 50 гигабайт только на свой телефон, плюс еще эта запись мы пытались все смонтировать. Вроде получается неплохо, интересно, живо, но это требует какого-то времени. Все-таки монтаж, нужно это дело как-то переварить. Вот, я напоминаю, что мы продолжаем выкладывать наши видео на YouTube-канале института. Там есть такая вкладка на мизматический семинар. Вы можете познакомиться со всеми предыдущими видео. У нас есть Дзен с марта месяца, поэтому можно просто в Дзене или где-нибудь в Яндексе, в поисковике, набрать мизматический семинар Дзен, и сразу появится наш канал. Все предыдущие видео туда я просто переместил. Все с первого семинара, включая дискуссии, вот эти продолжительные лекции, двухчасовые, полуторачасовые, все, естественно, там это есть. Вот, ну и сегодняшнее выступление мы тоже снимаем, тоже будет выложено это все дело в открытый доступ. Скажем так, нашу благородную популяризацию данных, вообще нумизматики, мы ее как-то к ней стремились, мы ее реализовали. Я попросил бы, это мы вырежем, я попросил бы участника нашей встречи с ником iPhone User выключить микрофон. Я не могу, к сожалению, к компьютеру сейчас подойти, чтобы вам его выключить. Просто начинает фонить. Итак, сегодня тематика. Уже единожды в нашем семинаре была представлена, но это очень хорошо, когда мы продолжаем традиции, расширяем, расширяем нашу тему, их углубляем. Речь пойдет о византийской нумизвантике, о византийских монетах. И я хотел бы пригласить нашего сегодняшнего гостя, старшего научного сотрудника Государственного музея Востока, Михаила Николаевича Бутырского, с докладом «Византийская монета от иконоподобия до десакрализации». Михаила Николаевича Бутырского, спасибо. Спасибо, Святослав, спасибо организаторы и хозяева нашего семинара. Я очень рад возможности выступить на нем с темой, которая действительно долгое время меня уже самого и волнует, и привлекает. Ну вот, когда я выбирал название для сегодняшнего сообщения, я хотел остановиться на несколько другой формулировке, а именно «шестая функция денег». И после этого уже византийская монета от иконоподобия до десакрализации. Но «шестая функция денег» как раз это то, о чем и пойдет. Далее разговор, поскольку все мы знаем пять функций, это уже поистине классическое определение, это меры стоимости, это средства обращения, платежа, накопления и функции мировых денег. Так вот, шестая функция, по крайней мере, византийской монеты, это служить или осуществлять себя в качестве орудия благочестия или инструмента из требования благодати. Если воспользоваться латынью, то инструментум пиетати своего собственника, эмитента и временного пользователя, то есть любого человека, плательщика, у которого в руках, в кармане он и монета хранится. То есть именно то, что мы будем определять как иконоподобие. Иными словами, иконоподобие – это функция. Это в первую очередь и по преимуществу именно функция византийской монеты, которая имеет исторический характер, то есть она возникает в определенный момент, существует определенное время, и по стечению которого этого времени она монетой утрачивается. Ну, не все аспекты этой темы мною равно глубоко, скажем так, продуманы, обоснованы. Я действительно работаю в этой области, в этом направлении. Так что материал, конечно же, нельзя называть сырым, но просто повторяю, что я и сам нахожусь на какой-то стадии его постижения, так что если мы в какую-то часть этого пути сегодня порадим вместе с вами, будет только, наверное, во благо нам всем. Ну и тем более, мне будет интересно выслушать ваше мнение или ваши вопросы. Ну, я позволю себе основной текст сообщения все-таки зачитывать, ну, с такими экскурсами, комментируя, может быть, то, что станет появляться на экране. Да, и вот такой сразу момент, давайте оговорим. Если у кого-то появятся вопросы по ходу изложения, то не стесняйтесь, спрашивайте, можно меня прерывать, это не беда. Наоборот, это даже как-то помогает и мобилизация сил интеллектуальных в первую очередь, ну, и вообще как-то сориентироваться в потоке мыслей и в водопаде слов. Так, сначала немножко вводного материала. История византийской денежной системы насчитывает примерно тысячелетия. От IV до XV веков пока существует Византия. Унаследованная от античного, но уже христианизированного Рима, она, эта система, трансформировалась вместе с римским обществом и государством, сообразно его экономическим, политическим и культурным потребностям. Но империя, как известно, сохранила массовую чеканку монеты из драгоценных и недрагоценных металлов. В этом ее уникальность, особенно на фоне того, что происходило в те самые века на Единаверном Западе. Ну вот, более 700 лет основой ее денежной системы являлся золотой солид, введенный еще Константином Великим и из X века, именовавшийся чаще по-гречески нанизмой. В XI-XIV веках его сменяет более дешевый и пропирон, имевший характерный для этого периода выпуклый вогнутую форму, ну или стефан, или конкан, по-разному эту монету называют. Массовый чекан денежного серебра был возобновлен с VII века и продолжался до конца существования Византии. Этот чекан представлен гексограммами, в VIII-XI веках мелиорисиями, затем аспорами, василиконами, торнезами и ставратами. Ну и, наконец, медь, медное обращение. С V века чеканятся фолисы в Византии, после XI века они сменяются татарторонами и монетами других наименований. Вот так вот мы буквально на трех картинках, на трех слайдах очертили себе тот самый массив источников, те самые монеты, с которыми нам в дальнейшем придется иметь дело. Пока еще предельно такими широкими постозными мазками. Но монеты эти все разные, как вы, естественно, заметили, как вы, естественно, все это понимаете. И смена монетного типа в каждом из номиналов, как правило, отражала изменения в этнографии образа власти. Образ власти – это тоже определение, тоже термин, который мы берем в кавычки. Образ власти легитимирует имитента и характеризует объем его властных полномочий. Ну вот в развитии византийской нумизматической иконографии, которая и определяет этот образ власти, которая конструирует его, которая его строит, согласно определенным воззрениям, идеям и представлениям, вычленяются несколько этапов, соответствующие принципам изобразительного решения. Монеты наиболее репрезентативного для каждого времени номинала. Хоть мы с вами говорили, только что посмотрели, будем в дальнейшем говорить о монетах всех достоинств, но, конечно, в первую очередь обращаем внимание на номиналы в наибольшей степени репрезентативные. Это, конечно же, золотой чекан, соответственно, сначала солиды, а не женамизмы, затем и перпероны. Так вот, изобразительное решение этих монет и восприятие их имитентом и пользователем, то, что, собственно, и будет в фокусе нашего внимания. Одним из движущих стимулов этого развития, развития иконографии, следует полагать менявшуюся со временем степень вовлеченности монеты в символический акт богообщения и наделение ее чертами предмета христианского благочестия, иконичностью и иконоподобия. Ну вот, тоже эти два понятия мы будем с вами употреблять достаточно часто, иконоподобие, как я уже сказал, это прежде всего функция, ну а иконичность изображения на монете в сущности, ну это понятие синонимично такому понятию, как иконографический тип, то есть изображение конечное, если в конечном счете оно восходит к некому прототипу почитаемого канонизированного византийской традицией, что и осуществляется через соблюдение правил иконографического языка. Тема использования византийской монеты в целях личного благочестия своего владельца в последние годы привлекает внимание следующее. Я позволю себе пространную цитату. После победы почитателей икон в IX веке наблюдалась устойчивая и стабильно развивающаяся тенденция употреблять в качестве оберегов и апотропии в предметы, имеющие изображение надписи с христианской символикой, в том числе и монеты. Среди советов Кикавмена, известный автор византийского XI века, его перу принадлежит с учениями по названию Советы и рассказы Кикавмена. Полководец, политический деятель, просто мудрый человек, который щедро делится своими взглядами на жизнь с современниками, как выясняется, тоже с потомками. Среди этих советов есть рекомендация заменить языческие филактерии крестом, священными реликвиями или иконками с образами Христа, Богоматери и святых. В качестве небольших иконок, которые удобно постоянно носить при себе, могли служить византийские монеты, прекрасно подходящие для этих целей. К XI веку времени жизни Кикавмена в византийской монетной чеканке было много великолепных образцов монет с изображениями Христа и Богоматери. Повышка закрывается. Это статья Петра Григорьевича Гедукова и Вервантина Горулёва из 16-го года. Прошу прощения, у меня только ссылка на нее, но без названия. Если потом понадобится, я все-таки поищу, как она именуется в полной мере. Ну, трудно не согласиться с подобным утверждением. Но, однако, на наш взгляд, важно разобраться с движущими силами той эволюции, которая в IX-XI веках действительно все более сближала монету с традиционными предметами личного благочестия, не выводя, однако, из сферы обращения и сохраняя за ней все прочие собственные денежные функции. В этом своем качестве византийская монета могла выступать как предметом личного благочестия пользователя, так и инструментом публичного благочестия имитента, обеспечением зримым выражением чего являлось ее иконоподобие, то есть сознательное уподобление моленному иконному образу, подтверждавшейся инвокативной легендой. Но вот это тот самый пункт, по которому мы с Верой Вантиновной расходимся во взглядах на византийскую монету. Я выступал с подобной тематикой на прошлогоднем ВНК, и как раз ее позиция заключается в том, что монета превращается или осуществляет себя как предмет личного благочестия, оказавшись в руках не плательщика, скажем, не пользователя денег, а вот некого благочестивого человека, варвара пускай, который пробивает в ней дырочку, вешает себе на шею и вот ходит с нее по свету. И вот только в этом случае монета действительно перестает быть монетой, то есть она перестает служить средством обращения, накопления и так далее, всецело посвящая себя вот этой вот новой задачей, новой функцией. Мне же кажется, что подобного рода совмещения сфер функционирования для византийской монеты было свойственно, по крайней мере в XI веке уже было заложено при введении ее в обращение. Вот собственно об этом мы и будем сегодня говорить, об этом вот этому и посвящено мое выступление. Результатом становилось то, что монетный тип не столько удостоверял монету как платежное средство, санкционированное государством, сколько выставлял ее в качестве объекта созерцательной религиозной практики, именно молитвенного помышления и почитания изображенного, чье образ подобия создавался на высоком художественном уровне при точном соблюдении норм иконографии. Легенда-инвокация с призывом о помощи господу, господа-императору, эмитенту и юридическому собственнику денежного знака декларировала правомощность обращения к священному образу на монетах X и XI веков. Вот впервые эта легенда инвокативная появляется на рассолиде романа первого, соответственно, 20-е годы X столетия, и тоже об этом будет далее говорится, но вот эта легенда, совмещенная с изображением Христа, она, собственно говоря, позволила иконоподобие византийской монеты из латентного состояния перевести в отчетливо и ясно декларируемое. То, что не византийцы, разумеется, мы, то, о чем мы могли лишь догадываться и предполагать, теперь, после появления легенды такого содержания становится явным и очевидным. Поскольку легенда, что называется, озвучивает молитвенное обращение к тому, кто изображен. Она обращена к Христу, хранующего императора, а легенда эта и просит о помощи этому императору, имитенту, юридическому собственнику монеты. И кто бы эту надпись не прочел, где бы он эту монету на руки не взял, в итоге происходит акт вот такого публичного призывания божественной благодати на императора, изображенного на монете. Вот в чем эта функция монеты как предмета публичного благочестия императора себя и осуществляет. Ну вот в связи с этим встает вопрос, который я назвал проблемой несанкционированного доступа к этой монете, но к ее изображению, к изображению на ней. Ну, со стороны, разумеется, ценнославных, мусульман, людей и так далее. То, что на самом деле действительно в источниках появится. Вот этот вопрос, а что же будет, если монета со священными и важными изображениями, текстом окажется в руках отнюдь не христиан. И мы до этого с вами еще дойдем, что только в 14 веке эта проблема как будто бы была в первое осознанно, но именно тогда, когда монета уже и была десакрализована, когда она уже перестала восприниматься в качестве орудия благочестия, предмета публичного благочестия и так далее. И, собственно, тогда подобный вопрос уже терял свой смысл, терял свой смысл и свое значение. К сожалению, источники более раннего времени, того же XI века, XII, на этот счет молчат. И здесь, конечно, можно лишний раз посетовать, пожалеть о том, что источники, византийские источники, они безумно скупы на все то, что касается нумизматики. Или, во всяком случае, на все то, что касается сферы восприятия монеты, изображения на монетах глазами современников, для которых вроде бы все эти монеты, все эти картинки на монетах и создавались. Надписи печатались. Мы имеем возможность пользоваться какими-то крохами сообщений, текстов и выстраивать наш путь исследовательский, но подобно Гатину болоте. Болото, зыбкая поверхность и вот какие-то островки сухие. Нужно прыгать с одного островка на другой, то выгляди, промахнешься, упадешь, провалишься и действительно тебе нечем окажется доказывать свою правоту, аргументировать свою позицию. В этом ее уязвимость, да, согласен, но что поделать. Во всяком случае, как я уже и сказал, сам я тоже нахожусь в процессе этого поиска. Оформившаяся на определенном историческом этапе и какомоподобие византийской монеты была подготовлена всем ходом развития христианской духовной культуры, увидевшей в денежном знаке символическую модель взаимообщения божественного и человеческого миров. Эта модель была создана евангельским откровением и объясняла и объяснена в толкованиях на него. Ну вот, возьмем для примера слова Оригена, это третий век нашей эры. Ну, собственно, понятно, что речь идет о комментариях на слова самого Христа, о динарии и кесаре, не буду повторять, прекрасно помните. Вообще византийцы, мы не византийцы, христианские богословы, византийские в первую очередь, конечно же, к этим словам постоянно возвращались. И вот мы увидим, как они их толковали, как они их комментировали. Оригена один из первых высказывался на этот счет. Но в том, что он далее пишет, ничего еретического не прозвучит. Когда Христос сказал, давайте кесарю кесарь во Богу Богово, он имел в виду следующее. Отвергните земной образ, чтобы принять на себя образ небесный, и тем самым вернуть Богу то, что есть Божие. Вот в писаниях отцов церкви утвердилось, очень рано утвердилось, символическое видение монетного кружка, как носителя печатей обоих миров, противостоящих языческой римской империи, противостоящих друг другу. Следующая цитата. И так как все имеет конец, то одно из двух предлежит нам, смерть или жизнь, и каждый пойдет в свое место. Ибо есть как бы две монеты, одна Божия, другая мирская. И каждая имеет на себе собственный образ. Не верующий образ мира сего, а верующий в любви образ Бога Отца через Иисуса Христа. Ну, это слова Игнатия Богоносца, прозвучавшие еще во втором веке. То есть сама по себе монета, вот продукт, уж казалось бы, куда-то более чем прозаический, призребный металл и так далее и тому подобное, уже оказывается способен выступать вот в роли такой действующей модели мироздания, по которой можно определять человеческое поведение в мирилах вот этих двух миров божественного человечества. Реальная монета христианской Византии несла на себе образ власти, чей отпечаток был также символически связан с обоими мирами. Но их совмещение теперь оказалось возможным и было лишено прежним антагонизмом. Изначальный компонент этого образа, именной монаший портрет, несмотря на малые размеры и условные сходства, представлял живого правителя Метента со всеми вытекающими отсюда особенностями и последствиями. Так, а вот это можно было показать, просто то, что я зачитывал, можно было одновременно исчитывать с экрана. Ладно, перейти с ним. Восьмой век, иконоборчество, житие святого Стефана Нового. Желая поразить врага его же собственным оружием, иконопочитатель Стефан вынул из глубока монету с изображением обоих императоров и, показав ее предстоявшим, спросил. Ну, понятно, что Стефан под лицом императора отстаивает истину иконопочитания, святость образа Божия, на чем бы и где бы оно не создавалось, не находилось. И вот для пущей убедительности он воспользовался монетой, бывшей у него в кошельке, с изображением обоих императоров. Дело в том, что это было все в правлении Константина V, соответственно, там уж не только два, там их гораздо больше было на монете в это время. Изображено или в третий покойный Лев IV соправитель, но вот два правивших императора это именно Лев IV Константин V, его отец. Так вот, и показав ее предстоявшим, спросил, что было бы со мной, если бы я бросил монету на землю и стал бы попирать ногами? Не заслужил бы я казни? Конечно, ответили ему, потому что она носит изображение и имя непобедимых императоров. Ну вот, этот эпизод, описанный в житии Стефана Нового, завершился казнью святого, исполнившим сказанное на деле. Ну и вывод. Связь между портретом на монете и изображенным оказывалась столь же имманентной и действенной, как между иконным образом и его прототипом. Вероятно, это надо учитывать при анализе иконографии двух портретных периодов в истории византийского солида, когда при императорах иконоборствах и саврийской и аморийской династиях в 8-9 века монетный тип всецело определялся изображениями лиц правящего семейства, включая и уже почивших. Вполне ожидаемо, что эти портреты воспринимались как своего рода светские иконы, закреплявшие неизменное присутствие царствующих и отцарствовавших уже владык перед своими подданными. От этого принципа не отказалась даже Ирина, восстановившая в 787 году иконопочитание, но не вернувшая на свои монеты ли Господа в соответствии с прецедентом вековой давности. Напомню, что за сто лет до Ирины Христос впервые был изображен на монетах и у меня на второго. Президент, который остался неоцененным, непризнанным и прошел в сущности незамеченным современником. Тоже, кстати, к нашему сегодняшнему громадному недоумению. Как такое можно было пропустить, чтобы ни один источник, автор, внятно по этому поводу не высказался? Оказывается, возможно? Не заметили. Вот, кстати, то, что мы видим здесь, это пример чеканки императоров и славрийцев, наборческая династия, восьмое столетие. Вот, если время будет уже, наверное, в конце, может быть, тогда, когда пойдут вопросы, наш разговор действительно перейдет в формат общения. Я поделюсь с вами некоторыми соображениями, которые мне пришли по поводу именно вот этих портретов и именно вот этой традиции. на это время даже следующую картинку я пока оставлю в покое. Продолжу чтение. Такой пиетет перед царским портретом следовал правовой традиции Рима, где несанкционированные изготовления или искажения империарских изображений, рассматривалось как оскорбление величества. Портреты на монетах не были исключением. Их исправности придавалось чрезвычайно большое значение. И деятельность фальшивомонетчиков каралась именно по этой причине. Вот три фрагмента я вам сейчас зачитаю, которые, как раз, это очень наглядно показывает. Это все касается характеристики монет, изготовленных фальшивомонетчиков. Такая порча нарушает денежные взаимоотношения между людьми и ослабляет величие державного образа, поскольку такие монеты презираются из-за их дефектов. Далее. Однако всячески необходимо обеспечивать целость монеты там, где печатается и наше лицо. Что же будет надежным, если в нашем изображении совершена ошибка. Ну и последний фрагмент. Тот, который имитатор священного лика и захватчик божественных лиц напечатал почтенные формы, ну фальшивомонетчик имеется в виду, напечатал почтенные формы, будучи искусен в кощунстве. То есть в деятельность фальшивомонетчиков это по нему все прочее еще и в кощунстве. Нестанкционированное исполнение царского портрета. Вот подобные установки сакрализовали монетный портрет государя и неизбежно вели к сакрализации самой монеты, подобно тому, как впоследствии богословское истолкование образа сакрализовало и его носителя, рукотворную живописную икону. Ну и вот здесь, наверное, необходимо понять, имелся ли фактор осознанности, направлявший этот процесс, процесс сакрализации монеты в заданное русло. И если да, то какова его степень, когда и при каких обстоятельствах он этот фактор себя обнаружил. К началу IX века в среде иконофильского духовенства уже сформировались представления о надлежащем облике монет. В 836 год письмо трех патриархов императору Феофилу. В нем был указан должный пример и образец. Такой вот напоследний задан императору с надеждой отвлечь его от ереси, вернуть на путь истины. Вот должный пример и образец для него, для Феофила, это монета якобы Константина Великого, на которой тот, как первейшее избранное украшение, признак благочестия ко Христу, истинному Богу нашему, очеканил небесное знамение Христа Спасителя. И вместе со своим ликом изобразил почитаемый богомужний образ, показывая владычество небесного царя и примирение с Господом и заключение глубокого мира, чтобы было одно стадо и одна власть над ангелами и людьми. Да, прошу прощения опять-таки за перемещение картинок. Так вот, что сейчас у нас перед глазами. Единственно возможным прототипом этого идеального, никогда не существовавшего при Константине образца, мог послужить реальный столик Юстинина II, на котором впервые сошлись три указанных компонента христианского образа власти. Портрет Спасителя, фигура царя, мундаментальный голгофский крест в его руке. Плоды, не поддержанные современниками, но оцененные столетия спустя, инициативу последнего Иераклида обрелись в статус реликвии уже в IX веке, а затем и магического апотропии во многом определив иконографии монетного типа солида постэконоборческого периода. На этом пока остановимся и вернемся на несколько столетий назад. Этот этап зафиксировали, начало которого как раз и приходится на проявление Юстинина II, теперь отмотаем назад пару столетий. Прежде этого воплощения идеального монетного типа на первом этапе существования византийской монеты, и с IV по VII века главным элементом христианской эмблематики оставался крест. Его иконечность проявляется достаточно рано. В V-VI веках, если мы это помним, образ правителя на солиде уже визуально деконкретизирован, но облик монументального украшенного кристалля Крукс Гемата в руках Виктории, а после 518 года Ан для настоящего анфас, точно указывает на победный голгофский мемориал, а через него на животворящее древо креста, главную святыню храма Гроба Господня в Иерусалиме. В VI веке к нему был добавлен ступенчатый постамент, образ рукотворной голгофы, а в VII веке на гексаграмме Ираклия возгласительная легенда Деуса Бьюта Романис, туда поможет Бог Рим. Но вот обе конечности образа Христа на этих монетах как раз позволяет судить их внешнее соответствие тем описанием, которое мы знаем, и тому единственному, пожалуй, изображению, которое мы имеем, триумфального, праздничного, роскошно убранного креста, поставленного в начале V столетия во внутреннем атриуме храма Гроба Господня в Иерусалиме. Вот такой вот мемориал побед, одержанный на этом месте Христом над смертью. На мозаике Санта Буденцаму мы видим его изображение над ликом Христа II пришествия, и водружен крест этот на рукотворную голгофу, такую вот насыпную голгофу, устроенную в атриуме храма Гроба Господня. Ну, а, соответственно, слева и справа мы видим именно этого креста изображение в Думизма. То есть не просто крест как таковой, как символ, как что-то знаковое, как какое-то знамение. Нет, это изображение вполне конкретного объекта почитания. Всем прекрасно знакомого, известного и дорогого. При императоре Феофии, вот опять мы это имя называем, это правление с вами, к этому правлению обращаемся. Вот легенда на монетном кружке, все, пока еще вокруг изображения креста голгофского, впервые принимают завершенную форму молитвенного обращения. «Господи, помоги рабу твоему». Керия боете, бой фи, бой фи, то со дуле. Проговариваемые перед зримым образом святыни в центре монетного кружка эти слова оглашают индивидуальный моленный акт, переводимый на уровень коллективного действия при чтении легенды пользователями множества однотипных денежных знаков. Вот оно уже достигнуто иконоподобие монеты, но парадоксальным образом иконоподобный потенциал монеты был реализован императором, чьи иконоборческие убеждения, завершавшие историю этой ереси Византии, делали невозможным его дальнейшее раскрытие, его потенциала, раскрытие с позиции нормативного или антропоцентрического иконизма. А вместе с тем переход на эти позиции был уже подготовлен ровно за 100 лет до Феофила, когда Юстиниан II впервые поместил на свои золотые и серебряные монеты лик Господа, выполненный в соответствии с правилами современной ему иконографии и стилистически оформленный как миниатюрный, но полноценный художественный образ. Иконическая узнаваемость сближала лик на монете с маленым образом, однако возможность его коммуницирования в сознании пользователей с прототипом, то есть с личностью Христа, оставалась неподтвержденной, хотя и допустимой. то есть мы видим лик Господа, мы узнаем его, мы отмечаем его полное тождество, полную тождественность с ликом на иконе, перед которой мы молимся, ставим свечки и так далее и тому подобное. Но можно ли те же самые действия хотя бы, ну неприлютно разумеется, никто не будет перед монетой падать бухаться на колени, пласть поклоны и так далее. Все это происходит, все эти действия совершаются молча. на самом деле, конечно же, все эти легенды читаются про себя и, конечно, ну как, наверное, и все то, что мы позволяем себе при вот таком вот интимном общении с ликом того же Христа, но на грудной лаванке, на каком-то нательном кресте. Тут действительно важна работа сознания и то, что это сознание полагает приемлемым, допустимым или даже необходимым. Так вот, единовременная, единственный раз, осуществившаяся инициатива феофила выявила, как бы озвучив эту возможность, которая осуществится на практике лишь после восстановления иконопочитания в 843 году и возвращения в нумизматику святого липа. Вот, друзья, вот, Кирия Бете, «Господи, помоги» работе твоему как раз. Все это можно видеть на соли Дефефила, который внизу, ровно посерединке. Со второй половины девятого века облик золотой монеты определяет религиозно-государственная символика, выстроенные в соответствии с принципом образного антропоморфизма. Денежный знак со штемпельным отпечатком велика Спасителя, Богородицы, Святых воспринимался с современниками как парадигмы иконного образа, точное подобие идеального прототипа протографа. Это на самом деле тоже достаточно общее место, потому что на почитателе IX века Федор Студит, или патриарх Никифор, объясняя сам процесс возникновения вот этого вот образа подобия в некой материальной среде, которая собственно его и выявляет. Идеальный образ становится реальным подобием своего прототипа, когда получает некую материальную оболочку, некое материальное воплощение, и мы своими органами чувства его поэтому видим. Ну вот это тот же самый акт, как и процесс чеканки монеты. Вот штемпель, оставляющий отпечаток на монетной заготовке, отпечаток в точности идентичен изображению на штемпеле, и вот так количество образов подобия можно умножить бесчетное множество раз. Сакральную полноценность отпечатка наряду с иконографией гарантировал и должный качественный уровень его исполнения. Это наглядно показывает эпизод на церковном соборе 1869 года в Константинополе. Одному из иконоборцев была показана монета Василия I с изображением Христа и императора. Иконоборцы тщетно убеждали воздать богочеловеческому образу Спасителя ту же честь, которую он согласен был оказать образу земного государя. Очевидно, речь может идти о солиде Василия I данного типа, на лицевой стороне которого показан тронный Христос, а наоборот, стоящий в полный рост императора в блоре со сферой венчанной крестом в руках. Обе фигуры идентичны по трактовке и самосштабны друг другу. Их окружают легенды констатирующего содержания. Но, что главное для нас сейчас, это то, что они равно удостаиваются, хотя бы в теории, в воздаянии чести, что для образа Христа на монете засвидетельствована впервые. Сам по себе эпизод может быть достаточно странным. Почему вот какого-то иконоборца где-то в ходе заседания припирает к стенке, показывает ему золотую монету с изображением императора Христа и требует, чтобы тот вот сию минуту воздал должное одновременно двум изображенным. Ну ладно, это, как говорится, кухня проведения церковных соборов нам вряд ли уже может быть понятна до конца. Но то, что такое было возможно, нам, очевидно, в этом сомневаться не приходится. И действительно получается, что изображения на монете в какой-то момент могли оказаться полноценной заменой иконе. Обычной, нормативной, скажем так, иконой в законе, что называется. Закон, незаконенной иконой. Ну и для образа Христа на монете это засвидетельствовано впервые. Что же касается самого изображения Христа. Ну, многие об этом писали, что, скорее всего, этот образ иконичен. То есть он является воспроизведением знаменитой мозаики Христа Триклиния. Вот Христа Триклиния, то бишь в публичный аудиент-зале в Константинополе, где подобная мозаика находилась прямо над императорским троном. И вот что опять-таки важно. Его латентное, прежде иконоподобие, удостоверено вышеописанным казусом. Иконоподобие латентное, удостоверяется и перестает быть таковым. Об иконоподобии этого образа мы можем уже говорить, на мой взгляд, как уже вполне реальном факте. Напомню, что впервые на вербальном уровне оно было подтверждено инвокативной легендой, совмещенной со сценой инаугурации монарха на зоре романа первого лакопина. То есть впервые те самые слова, которые возможны, можно было произнести иконоподец на соборе 1869 года. Ну те же, может быть, не совсем те же, но в всяком случае слова, обращенные к изображенному намадению Христу, вот они впервые были начертаны в составе легенды лицевой стороны Солида, как раз при романе лакопине. Ну, что касается сцены инаугурации монарха, то она достаточно редко встречается на монетах, там буквально считанные разы можно назвать. Не в этом дело. Я в качестве примера привожу Солид, ну или уже намизму, романа 3-го, начала 11-го века, где точно такой же акт по отношению к императору совершает Богородица, Богородица, просто важно подчеркнуть, мне представляется, важно подчеркнуть, что наличие вот подобной легенды, Кирио Баэтой или Фиотоки Баэтой, отнюдь вот на этих монетах, отнюдь не влечет исключительного права на иконоподобие только за данными монетными типами. Вот инвокация лишь обнаруживает неявное тождество византийской монеты святому образу, которое теперь уже можно полагать одной из постоянных особенностей византийской монеты в этот период. Подтверждением тому является перенесение на Солид в самом начале 10-го века образа Богородицы. Вот почему. Исходной и вполне традиционной мотивацией к изображению на монете Христа было декларирование его статуса как истинного царя царствующего, дававшее право на властный империй и портрет, подобно земному правителю. То есть он правит, то есть он царствует, то есть ему и его изображению самое место на монете. Образ же Марии, пришедшей на монеты в окнографии Аранта, был лишен подобных коннотаций и не встраивался изначально во властную вертикаль византийского государства, но выражал ценность идеи ходатайства и патриотической молитвы, осуществлявшейся через него. Монету вверху слева имеется в виду. Ее чеканка стала подлинно новаторским актом на фоне уже сложившейся в X веке традиции. Ее беспрецедентность этой акции вполне сопоставима с первым появлением Христа на монете Юстиниана Ренатмета. Поскольку вновь изображение Богородицы не обусловлено тематикой и композицией, но в отличие от Солидов Никифора II или Иоанна Цимийского. Тут именно тематика, здесь композиция, Богородица рядом с императором. То есть здесь она как бы встроена в ту самую вертикаль земных и небесных иерархий, а вот изображение Богородицы самой по себе, но пусть и с младенцем на груди в медальоне, снова появится только через более чем сто лет. Уже при романе III. пример монета внизу справа. Ну и здесь снова мы видим легенду, но это не копея, не копея. Третий, третий. Вот это внизу, да, это Татратарон, Роман Аргера. Там он вместе с Евдокиев. А, прошу прощения, я же говорю о следующем монете, о следующем монете ближайший к Чекану Льва 6. А потом, да, потом, конечно, это станет уже достаточно таким общим местом. Иконический принцип репрезентации Спасителя отчетливо проявил себя в 945 году при помещении на Солид Константина VII образа Христа Фонтократа. Тоже весьма значимый, на наш взгляд, шаг и весьма существенные перемены монетного типа, потому что к этому моменту, значит, напомнить 945 год, Константин Багринородный возвращает себе единоличную самодержавную власть, избавившись от соправителей, от сыновей Романа Лакопина. Так вот, к этому моменту Солиды Византии уже более 70 лет несли полнофигурное изображение Тронного Спасителя в окружении древней легенды, древней, потому что она впервые появилась еще при Истиньяне II, Иисус Христос Рекс Рагнансу, царь царствующих. Именно она, эта картинка повторяла мозаику Хриса Треклиния, и здесь мы видим пример этой иконографии на изображении вверху слева. Так вот, бюст же Спасителя, появившийся на Солидах Константина VII, вызывал ассоциации иного рода. Устойчивая ассоциация с образом Пантократора в куполах Византийской церкви. Пример Мозаика и Софии Киевской. Ну и очевидно, что вот за этим образом на монете не должна была подразумеваться какая-либо конкретная модель, какая-то чтимулятивная икона. И конечность бюста Христа Пантократора заключалась именно в его универсальности и прочной ассоциативной связи с сакральным пространством храма как таковым, чему не мог препятствовать сохранявшийся эпитет царь царствующий. Ну и в дальнейшем были сделаны следующие шаги к формальному сближению образа на монете с иконой. Внизу справа гистамент Михаила VII. Обратите внимание, что исчезает круговая легенда Рекс Рогнансум, зато появляются инициалы ИСХС по сторонам божественного липа. То есть иконография образа Христа на монете приходит в полное соответствие с его общепринятыми изображениями во всех сферах византийской художественной культуры. На пике функционального иконоподобия X-XI века монета была превращена в реальный инструмент публичного благочестия правителя, созданный посредством объединения зримого образа святого и легенды инвокации, призывающей помощи имитенту государю. Этой цели прямо служит оформление меляриси, их фракций, некоторых золотых эмиссий. Вот здесь я как раз показываю и привожу в качестве примера целую череду чеканиных мелярисиев и их фракций на протяжении XI века. Даже не вдаваясь, может быть, в излишние подробности, тут и Мономах, тут и Константин X, тут и другие правители этого времени. Иконография священных образов на монетах до конца XI века оставалась стабильной и варьировала ограниченный набор типов. Для образа Богородицы это Аранта, это Никопея. Единственный раз это Адигитрия в рост, знамя невоплощения. Для образа Христа это Пантократор тронный, погрудный или в рост. Вот эта картинка, этот слайд позволяет, на мой взгляд, понять, почувствовать тот характер общения, который представляли себе византийцы, общение их с лишними силами. Вот что такое для византийца моление перед иконой? Что такое для византийца, вообще говоря, икона? Меньше всего плоская картинка с какими-то надписями или без них, но всегда это явление живого лика, это всегда явление живой личности, которая отвечает тебе, которая реагирует, отзывается на твои просьбы, на твои моления. Вот замечательный пример. Справа это миниатюр Хлудовской псалтири, но это такой выпад против иконоборцев, показывающий в чем, собственно говоря, суть прегрешений иконоборцев, как еретиков злостных, восставших против Бога, потому как они делают то же самое, что и распинатели Христа, и даже еще хуже, поскольку делают это особенное. Все не ведали, что творили, а иконоборцы – люди, заявляющие себя христианами, исповедующие догматику христианства, и тем не менее попирающие, посягающие на личность изображенного Господа. А слева продолжение на самом деле того же сюжета, что такое икона. И мы видим, как икона в буквальном смысле этого слова в глазах благочестного зрителя оживает. На иконе представлен Христос, который в сознании верующего действительно вступает с ним, с верующим, со зрителем, в диалог. И иллюстрация в Федоровской псалтири это очень хорошо нам показывает. Вот стоит Святой Аверки, стоит Царь Давид, жестикулируя, и точно так же жестикулирует ему в ответ спасителя. Вот так действительно строится процесс общения перед иконой. Иконный лик это реальность, это мистическая пускай, но реальность. Совершенно очевидная реальность, которая вторгается в наш мир, она вторгается через икону, через писанную икону. Но точно так же она может входить в наш мир и через любое другое изображение Христа, Ли, Богородицы, Святого, выполненное по правилам иконографии. Кстати, напомню, что чин освящения иконы, которые сейчас принят в нашей церкви, это все российские инновации. В Византии подобные вещания никогда не баловались. Икона считалась изготовленной, так сказать, годной к использованию тогда, когда она была уже написана и подписана. Вот лик и имя. То, что и позволяло безошибочно идентифицировать изображенного и взирать на образ с помышлением и почитанием изображенного. Ну, вот такие замечательные примеры в дальнейшем несколько. Может быть, существуют и другие. Когда монетный тип в точности соответствует или повторяет изображение и подпись на предмете, который заведомо служил тем самым объектом личного благочестия пользователя. С точки зрения иконографии, с точки зрения содержания надписи, здесь мы видим полное соответствие. К сожалению, тут греческие буквы не все правильно видны. Но это вот известный Мелерисий слева, который датирует то концом X века, то началом XI. Это время правления Василия Благоробойца и его брата Константина. Почему легенда и обращается за помощью к Богородице. Для васильевсов нужное число. Ну, а текст, который располагается на оборотной стороне, «Матерь Божия препрославленная, кто на тебя надеется, не будет безуспешен», мы видим, что он универсален. И он в равной степени сопровождает образ Христа вот на этой гемии из армитажной, кстати, коллекции. У нас в Петербурге можно этот предмет прочесть. Сама по себе, кстати, надпись «Христе Божий, кто на тебя надеется, не будет безуспешен». Она повторяет слова, начертанные по преданию на вратах Эдессы. Соответственно, здесь перекидывается мостик по читанию миркотворного образа Эдесского. То есть, сама эта надпись тоже уже приобретает иконический характер. Я никогда не видел его живьем. Я даже не знаю, вернее, как, по-моему, он есть в экспозиции, но всегда обращен, естественно, лицевой стороной. Он достаточно крупный, ну как вот, без оправы. Поэтому, да, очевидно, что-то такое было, что такое должно быть. Но вполне могло быть. Вот сравним. Это что? Это частности, Дениси. Это частности этой детали. Тем более, что мы на самом деле не знаем, что тот или иной жест в точности означает. Мы вот этого языка жестов на византийских иконах, прессах, вот я и говорю, что мы не знаем. Мы считаем, что вот такое жест, когда с ним обращается богоматерь, да, это принятие благодати. Но что может принимать, может быть, наши молитвы, да, может быть, наши какие-то просьбы к нему тем самым. Это, не будем забывать, что антифонит, элемент, это все эпитеты, характеризующие не изображение, а изображенного. Элемент милостивый. И в качестве милостивого к нам он может себя вести самым, любым образом. Так, вот еще примеры иконечности и, соответственно, иконоподобия монет. Это Татартерон XI века. Мы как раз видим их с лицевой стороны. И вот тут тоже можем заметить, как к концу века при Михаиле Дуке образ на монете приходит в полное иконографическое тождество с изображениями Христа на иконах и так далее. На иконах, вот на образках, на панагиях исчезает круговая легенда, появляются инициалы и эс-ха-эс. Вот пример Чиканки тоже Романа Третьего, знаменитый его Мелиорисий. Единственный раз в мимизматике появляется образ, который можем, конечно, связать с иконой Адигитрии, хотя совершенно не обязательно. Но и легенда тоже такого вот спросительного характера, но еще и в поэтической форме, которая заверяет всякого в успехе любого его предприятия, если он при этом понадеется, попросит о том Богородице. Ну и вот здесь на самом деле можно было бы привлечь, заслуживал бы, конечно, отдельного внимания, фаргистический материал, поскольку там инвокации появляются очень рано, буквально с VI века. Ну просто сейчас мне тоже уже не хотелось бы уходить далеко в сторону, потому что вот еще несколько примеров из XI века. Я помню, что у нас заявлено не только иконоподобие, но и десакрализация. Мне очень хотелось бы, конечно, пока слушатели не устали, дойти и поговорить об этом. Давайте я поэтому, ну про анонимные полисы, наверное, тут много говорить не стоит, они сами по себе знакомы хорошо. На них, кстати, нет, ни на одном из них нет инвокаций. Есть легенда такого констатирующего содержания, удостоверяющего зрителя, читателя, то есть нас, в том, что эта монета принадлежит Христу по праву царя царствующих, то есть обладателя высшего в этом мире, высшего в этом мире власти. Давайте пойдем в следующую картинку. Это вот опять же примеры, вот только те примеры из числа анонимных полисов, когда обе картины, вообще легенда исчезает, обе стороны монеты несут изображение либо Спасителя и Христа, либо, как вот здесь на монетах атрибутируемых Диогену, Христа и Богородицы. И вот как раз очень хорошо этот полис Диогена, он сочетается с интерьером Софии Киевской. В куполе Пантократор, там какие-то Ветхие Деммины, неважно, Пантократор, а в Конхе алтарные апсиды Богородица Арат. Вот сакральное пространство храма, оказывается, тоже можно воспроизвести, которое тоже подчиняется вот этому принципу иконизма, который действительно пронизывает собой всю византийскую культуру. На мой взгляд, тип фолисов Диогена, он как раз сознательно моделирует вот этот вот образ церковного интерьера и со всей его святостью. То есть это опять-таки сфера уже какого бытия? Духовного, духовного, сакрального, где так мало остается мест по профанному и земному даже. Так, ну XI век. Вот X-XI века – это пик иконоподобия византийской монеты, это ее апогей. Это действительно ее полное раскрытие в таком качестве, ну, в такой функции. А вот далее, как писала Наталья Концеловская в своей поэме, тут начинается смутное время. Начиная с XII века, действительно, я вот уже сам чувствую, что начинаю вступать на некую гораздо более подвижную, гораздо менее устойчивую почву. Вот поэтому давайте будем абсолютно внимательны, о чем дальше пойдет речь. Ну, пока XII век и монета по-прежнему воспринималась наравне с иконой или евлогием, как носительница сверхъестественных свойств. Известное письмо Михаила Италика, митрополита Филиппопольского, неназванному по имени Адресату, в связи с отсылкой к тому намизму Константина, наглядно демонстрирует веру византийцев в защитную способность последней, то есть самой намизмы Константина, которая, да, прошу прощения, может быть, в курс дела просто ввести. Автор послания, филиппопольский митрополит посылает своему другу, неизвестному нам, посылает подарок. Некую древнюю монету, которую сам митрополит считал монетой Константина, и вот на этой монете изображен император с императрицей, то бишь Константин с Еленой, и изображен также Христос, и вот эта монета в глазах ее прежнему владельцу является надежнейшим оберегом, апотропеем, от всех бед, от всех напастей, болезней защищающих. Значит, вот вера византийцев, вот XII век, византийцы верят в защитную способность намизмы Константина, которая передалась не в силу какой-либо магической практике, подобно той, что часто используют халдеи или ассирийские теурки, но исходят от некой божественной силы, вероятно, внесенной туда, в эту монету, самими чеканящими медь-орудиями, и делают носящих или монету на груди свободными от моровой болезни. Вот как понимать эту фразу? Ну, как мы не можем объяснить для себя? Инструменты чеканщика вводили в монетную заготовку штемпель с вырезанным на нем изображением, отмечаток которого и превращал кусочек металла в эберет филактирий, защищавший от любого зла и особенную болезнь. Так что, несмотря на четко заявленную автором позицию по вопросу исхождения божественной силы, его образе мысли видят рецидив позднеантичной магии. Хотя, на наш взгляд, ничего магического, тем более позднеантичного, языческого, холдовского в этом процессе и в этом действии нет. Как и ожидаемая сила монеты, она происходит вовсе не от каких-то действий каких-то ассирийских теургов. И вот в таком восприятии, в таком отношении к этой монете можно обнаружить черты сходства с тем профанным отношением к иконе, которое было зафиксировано еще в IX веке в известном письме Михаила II императора Льву Благочестивому, императору Запада. Многие из церковных людей и мирян пением псалмов и молитв просили у икон помощи. Многие возлагали на эти иконы полотенца и делали из икон восприемников своих детей при святом крещении. Некоторые из священников и клириков скаблят краски с икон, смешивают их с причастием и дают эту смесь желающим вместо причащения. Другие возлагали тело Христова на образа и отсюда лишь приобщались святых тарц. Ну вот это вот издержки народного благочестия. И в том и в другом случае, в случае, описанном в этом письме императора Михаила, и в случае, в котором нам демонстрируют письмо филипопольского митрополита касательно монеты, так называемой монеты Константина, речь идет об отождествлении в народном сознании, умозрительной реальности образа, порождаемой прототипом-протографом, и его физической, то есть материализованной реальности. Писаны иконы в одном случае, эти как чеканины монеты в другом, с распространением на их предметную данность мистического свойства образа быть проводником божественной благодати. Ну и здесь, в конечном счете, что еще важно? Важно подчеркнуть, что митрополит наделяет свойствами апотропеи монету древнюю. Скорее всего, он пишет о нанизме Константина, но опять-таки, скорее всего, в его руках находился солид Юстиняна II. К этому есть немало доказательств сейчас, просто экономия времени, я уж не буду на этом останавливаться, поскольку все-таки интересна другая проблема. Вот следует ли полагать, что монеты от Чеканины в XII веке утрачивают глаза современников своих оноподобных? Потому что вот такие монеты, подобные монетам Юстиняна II, тоже с крестом, тоже со Христом, ведь можно было найти в XII столетии, собственно, они и Чеканины. Вот каково было отношение к ним и каково было восприятие их. К сожалению, письменные источники не дают ответа на этот вопрос. Однако вид каминовских монет из драгоценных металлов, кстати, в отличие от медных, медные плоские, напомню, заметно отличается от более ранних, чеканившихся до реформы с самого конца XI века при Алексее I камине, и в первую очередь изменившимся характером поверхности, ставшей выпугло-вогнутой, что влетло за собою и снижение качества воспроизведения шнепелей. Нередки стали двойной удар или непрочеканные участки поля. Сократилось число крупных планов, погрубных изображений святых, вместо которых теперь доминируют фигуры в полный рост, стоящие или сидящие на троне. Подобные перемены фиксируют общую тенденцию византийского искусства XII века ко все большей иллюстративности отдельных категорий его образов, развивавшегося на фоне обособления различных жанров и областей художественного творчества. К середине XIV века опять мы перескакиваем. С XII века теперь уже к XIV. Но, к сожалению, повторяю эти слова, нет источников по XIII веку. В XIV веке они снова появляются, и вот они как раз и позволяют сделать вывод, что к этому времени монетные изображения, не утрачивая тематической связи с церковным искусством, воспринимались вполне рационалистически. «Нас мало, а вернее сказать никак, не занимает их почитание, ибо не для почитания прообразов было придумано делать их отпечатки на серебре или на золоте. Мы их наносим как своего рода знак достоинства монеты, а кроме того, чтобы показать, что монета принадлежит христианам». Писал в середине XIV века императора Иоанн VI Контакузин. «Старинное иконоподобие становилось невозможным, в небыло степени по причине резкого ухудшения качеств самих изображений». Ну, это вы тоже все прекрасно знаете, как выглядят фалеологовские монеты, вообще что происходит с монетным белым в Византии после восстановления империи в 1461 году. Аккуратно исполненные фигуры еще можно видеть на плоских в силиконах Андромика II и Михаила IX, где в последний раз была использована инвокация. Керри Боэтей, автократорас, романом, Андромику и Михаил Доспотос. Господи, помоги автократорам римским Андромику и Михаилу. Другой пример остаточного или, как можно сказать, реликтового иконоподобия, это анонимный и анапиграфный василикон того же правления с тронными образами Христа и Богородицы, держащий на руках младенца. Это начало XIV века. Но уже на поздних василиконах и перпиронах, а затем ставратанных и их фракциях и конечность монетных типов подвергается столь значительной эрозии, что это не могло не повлечь за собой десакрализация монеты, что и зафиксировало высказание Константина. Вот еще раз давайте вспомним, если в IX веке образ спасителя на монете рассматривалось как первейшее избранное украшение и признак благочестия ко Христу, который только и может выразить император, чеканящий монету, то в XIV веке это не более чем знак достоинства монеты и способ показать, что монета принадлежит христиану. И, кстати, здесь мы не будем забывать, что Кантагузин судит не просто как современник, пользователь монеты, но он может об этом судить и как имитент, поскольку, будучи императором, он чеканил монету от своего имени, со своим изображением. Обратной стороной процесса выведения монеты из сферы сакрального стало расширение иконографического репертуара мизматического искусства. Традиционные образы, сцены и композиции отныне реализовывали одну, а именно информативно-утвердительную функцию монеты, монетного типа, в данном случае лучше сказать, причем усложнившимся иконографическим языком, который, как и прежде, был единой системой визуального общения для всей изобразительной культуры Византии. И в ее живописной сфере к этому времени уже произошла дифференциация образа. На иконные, моленно-созерцательные по преимуществу, и на нарративно-символические, чьей иконография, требующая книжных знаний, получала все больше импульсов к развитию. Этот процесс впрямую затронул область нумизматики, оказавшейся захваченной иконографическими новациями. Я буду здесь предельно краток, просто покажу примеры тех иконографий, которые действительно... Вообще, в этом отношении 13-14 века это лес густой, такая чаще непроходимая, в том смысле, что обилие часто сменяющихся, прежде неизвестных, иногда трудно идентифицированных монетных типов буквально вот теснят друг друга. Появляются такие экзотические варианты, как крылатый император, как целая повествовательная композиция, такие как сцены шествия. Правда, наибольшую активность в этом процессе проявляется салоника. Может быть, именно потому, что город... Ну, в общем, трудно сказать, по какой такой причине западное присутствие, западное влияние в это время в Константинополе ощущалось ничуть не меньше, чем во втором по значению городе империи, фессалониках. Вот какие картинки оказываются на монетах, с чем их можно сравнивать, такие настоящие титровские композиции, святой и ведущий императора за руку, или же сцены мученичества святого Димитрия. Ну, это все фессалоника. Конечно, можно поспорить о репрезентативности подобной выборки, и вот совсем уж такая загадочная сцена. Середина или конец XIV века Матфей Асин Контакузин, как раз сын императора Контакузина, которому в удел были отданы земли Македонии, либо в Адрианополе, либо в Дедемотике, он чеканит подобную монету. Лицевая сторона представлена внизу на двух экземплярах, до сих пор гадает, кто здесь, что здесь, что это такое. Это одновременно и последняя картинка нашей последовательности. Архангел, да, скорее всего. Может ли это при этом быть София? Ну, Хайям, Михаил здесь все-таки подписан. Вот что за фигура справа? Что это за монограммы? Михаил, да, очень часто они вот так вот чередуются, меняют места. Но можем сказать, что подобные монетные типы, невозможные, вовсе невозможные в десятом, одиннадцатом, даже в двенадцатом веках, они, конечно, оказываются маргинальными и в палеологовской эпохе. Но сам факт их создания, сам факт их появления представляется закономерным явлением на фоне более общих процессов в византийской художественной культуре этого периода, допустимого отхода от строгой эротичности образа в сторону иллюстративности и нарратива. Монетный тип утратил сакральную выразительность, приобретя взамен иконографическое многословие и подвижность. Ну и таким образом на протяжении тысячелетней истории юнотийской нумизматики в оформлении монетного кружка прослеживается направленное развитие от латентного иконоподобия в начале этого процесса к явно выраженному сходству с предметом благочестия, что достигнет своего максимума в десятом, одиннадцатом веках, и процесс этот обратится вспять после двенадцатого века. И в конечном счете дело придет к полной десакрализации монеты в палеологовский период. И вот здесь вот какого рода мысли мне приходят в голову. Вот честно вам скажу, как бы плохие дела в Византии в четырнадцатом веке не шли, я не верю, чтобы само монетное производство, чтобы сами по себе эти технологии, уже опробованные веками, изготовление нормальной, качественной монеты, пришли в такое небрежение, чтобы монет лучше по качеству, чем вот то, что мы видим здесь, нельзя было очекать. И даже у меня какого рода мысли появляются. Не было вот такое врачито пренебрежительное отношение к монетному типу, к качеству его воспроизведения, к качеству самой картинки, грубо говоря. Вот сама картинка никакая. Вот такому Христу, простите, такому Архангенту, такому Христу, такой Богородице, где мы здесь, святые, но точно их невозможно воспринимать как образ Малена. Кто-то? Вот, совершенно верно. И вот точно, если вот такой портрет поругаешь, или это камня монета попадет в руки иноверца, иудеи, мусульман и так далее, то никаком поругании образа в руках неверного не приходится говорить. Потому что такие образы, они лишаются своей эхоничности, разрывается эта связь между образом и прототипом, протографом. И монета уже более не осуществляет себя, как предмет благочестия. Игоноподобие утрачено, и такого рода картинки действительно воспринимаются как что-то, как вот сейчас. Сейчас они, конечно, несчастный святой Георгий, по которому все мы ходим ногами на грейниках, правда, вышедших из употребления. Ну вот, вот это вот действительно то, что никак не складывается в нашем сознании с представлением об иконе. Практически нет. Практически нет. Там как раз вот ухудшение качества, 12-13, нет. Нет, все правильно, поскольку, да, я, может быть, не сказал. Да, вот на этом текст мой прочитан, есть полностью. А, спасибо. Спасибо. Не, я могу вот свой микрофон. Вынужден просто пораньше уйти, поэтому рвусь и сказать. Очень интересный доклад и любопытно, что вот действительно меня самого занимала история с монетами, потому что обратите, пожалуйста, внимание, если мы возьмем, например, мозаики, которые дошли до нас, то никакого изменения реалистичности нет. Нет. Ну вот возьмите, допустим, того же самого мозаики времен 14 века, Константинополь, да, там, то, что делал Метахид, как бы сказать, значит, ну, прекрасное, совершенно реалистичное изображение. Ну, там, кстати, действительно, там тоже, там как раз подробный рассказ, там, «Жизнь Богородицы», там представлено, да, вот такие вот, какие-то сюжеты сложные. Но хотел бы обратить одну вещь, я вот старательно ухожу от, вот Михаил говорит, там, изменения, ухудшения качества, я ухожу от этого. Почему? У меня в свое время был диалог с человеком, который ныне уже, к сожалению, не с нами, Владимир Шишков, художник, он сам абстракционист. И он довольно низко оценивал умение художника рисовать реалистичное изображение. Он говорит, я тоже так могу, я могу нарисовать лошадь, говорил, он рисовал лошадь, действительно такая вот лошадь, но мне это не нравится, в этом нет искусства, в этом есть вот что-то близкое к фотографии. И он мне как раз говорил, ты не понимаешь, насколько высок уровень, насколько уровень абстракции в палеологовских монетах, это круто с точки зрения художника. Такой уровень абстракции стал достигаться только в наше время. Вот палеология, ты не понимаешь, палеология это очень круто с точки зрения художника-абстракциониста, ему эти монеты очень нравились, гораздо больше, чем монеты 11-12 веков, которые гораздо более реалистичны. Поэтому я бы ушел к понятию качества, они просто другие. Нет, ну я бы все-таки здесь не соглас... А, пожалуйста. Я хочу сказать, что... Слышно, да? Хорошо, хорошо. Я хочу сказать, что это слова Сергея Борисовича показывают, демонстрируют наш субъективный взгляд на то, что мы видим. Кто-то считает, что это уродство, птулку и хипующий Христос на сербских монетах, воспроизводящих тип призантийских. Кто-то думает, что это век искусства нумизматического, как, допустим, Василий Васильевич Зайцев. Мне же кажется, что отличие стилистическое и иконографическое также этих монет от более ранних, о которых Вы говорили, называли иконоподобными, связано с особенностями развития монетного дела и, возможно, совершенно иными объемами эмиссий, что сказывалось на качестве продукции, как мы это наблюдаем в случае позднеэллинистических многих монетных выпусков, которые отличаются от ранних по качеству исполнения монет Римской империи, монет Босфорского царства, римского времени, где мы наблюдаем шикарные произведения античного искусства первых двух столетий н.э. и непривычные взыскательному взгляду античника изображения монет IV века. И опять-таки все это связано не только с изменением качества продукции, связанного с объемами эмиссий, но и с талантом резчиков штемпелей, которые становятся больше. И видно, что монеты одного типа, вырезанные разными руками, отличаются по качеству. И в связи с этим, мне кажется, несколько не странно, а несколько смело говорить о дезокализации монет, несущих на себе святые образы на основании такого субъективного восприятия стиля, а также текста, связанного с эзотическим императором. В то время как другие стучники, которые вы приводили, они не относились к имитентам. Это же не были трактаты императоров. Тот же самый Константин Бабрионародный ничего такого о монетах не писал. Очень мало писали, очень мало писали. Очень мало писали, понятно. И все мало писали, и в Древнем мире, в Древней Греции, в Древнем Риме, и в Средние века, в Бизантии. Так что вот я хочу такое возражение озвучить для разжигания дискуссии. О печати. Да, кстати говоря, о печати, это не такая массовая продукция, и матрицы изготавливались индивидуально подчас по заказу. Ну, разумеется, конечно, конечно. И объемы совершенно другие, поэтому интересно, что качество печати выше, чем качество одновременных монет. Ну, скажем... Я уверен, что в это же время существуют резные камни, которые по качеству своего исполнения превосходят все то, что видим сейчас перед собой. Ну, это же точно, правда. Разумеется, ровно как. Такимичие монет там мало. Да. Не, ну, понимаете как? Что такое количество? Что такое... Что такое... У нас в собрании не так много византийских монет, и монет первых трех-сторых столетий Византийской империи у нас меньше, чем монет 12-го, 14-го веков. Этих у нас... Ну, слушайте, ну, в 11-м, в 12-м, в 10-м, в 9-м монеты... Смею вас уверить, что тиражи византийских монет, уж тем более из драк металлов, были куда как на порядок выше, чем то, что мы видим в эпоху Оскудения. Просто не было такого количества дракоценного металла даже в казне, чтобы чеканить сотни, не знаю, там, тысячи, десятки тысяч монет золотых и серебряных. Конечно, конечно. Оно может иметь отношение? Я думаю, что не имеет... В данном случае... Да. Здесь не о духовном кризисе. Здесь экономический и политический. Вот в чем бы я поддержал Михаила Николаевича, что вот в монетах точно что-то происходит. Вы обратите, пожалуйста, внимание, что когда империя начинает схлопываться, количество типов монет становится просто безумным. Потому что сравните, допустим, там, ну, там, даже того же самого... Тех самых камнинов, да, империя поменьше, монет становится очень много типов. А уж палеология, это какой-то, вот, действительно, там, пир души. Сотни типов одних палеологов, там, и все. А империя уже, там, Константинополь с огородами. И только уже в самом конце державы, там, уже монет практически нет. Тут же, видимо, такие технические. То есть, что-то там вот точно было. И вот, действительно, с печатями. С печатями не происходит, а с монетами почему-то происходит. А это отношение к качеству? Потому что они, это... Вот, вот, отношение к качеству. Я же об этом и говорю. Что под качеством, как раз в данном случае, и подразумевается возможность иконоподобия. Возможность или, наоборот, невозможность, нежелательность его. Хорошо, Виктор Николаевич. Северный русский фон, северный письма. Это не образ? Понимаете, здесь нужно сделать столько поправок на загадочность русской души и вообще на русскую религиозность и на русскую культуру, на степень ее просвещенности, на ее связи с античностью, которых просто не было. Но это не сопоставим величины. Никакой нормальный византиец такой бы степени абстрактности наших северных писем не принял бы. Коллеги, рискну допустить еще одно предположение. Может быть, они приняли закон типа 44-го и это стало делаться по аукциону. И вот, соответственно, раньше штампеля резали как-то так договаривали. А это по тендеру, да? Это по тендеру. Монет «Пап на отпуск» хорошо известен в древнем мире и в средние века, а также в средневековой Руси. Здесь некачественный монет этого периода. Все, что мы видим, все и есть. Может быть, просто контроль, а слабо. То есть, я в другом моменте контролирую... Что-то не было. Коллеги, мы действительно таки судимся своей колокольней, имея перед глазами весь ряд развития бизантийских монет. Он сказал, что основной потребитель изображения народ, а не император. Он сказал, что изображение на монете делается для массы, а не для конкретно одного человека. А ему для этого зависит? За честь стекляного угла было так, потому что он там взялся. А вот я как-то хотел сказать еще по поводу... Сейчас, Саш, мы видим твою руку. По поводу иконоподобия, да? Мы сейчас... Вы говорили о восприятии бизантийских монет изнутри, самими византийцами. Ну, я пытался, да, нащупать. Вообще, это не употребители. Но в то же время монета, ее дизайн, как вы сейчас говорите, монетный тип, как мы говорили, им обычно, разрабатывается также для того, чтобы презентовать ее и на рынок, в том числе и на внешний рынок. И мы знаем, что византийская монета обращалась широко на рынках восточного земноморья, восточной Европы и во всем, во всей Гумии, по границам империи, да? И, возможно, здесь их религиозное, иконичное, иконичный образ был связан с пропагандой христианства, который занимался византией. И знакомство с этими монетами, опять-таки, мы судим со стороны, знакомство с этими монетами представители окружающих временных государств дало импульс развитию собственных Чикаго, которые какие-то арабо-изантийские монеты? Ну, если это государства единоверческие, такие, как в Закавказье или в Таже Русь, или те же Балканы, хотя там... Арабо-изантийские монеты? Это не... Нет, нет, но это чисто механическое воспроизведение, как и Зенгейда с Артукидами. Это механическое, но это другой, потому что Зенгейда с Артукидами немножко, да, разнесено. Арабо-изантийские это подражание, имитирующее, воспроизводящее авторитетную монету. Так это всегда подражание, и всегда изображают ту монету, которая наиболее авторитетна в данный момент. Не зависит ни от времени, ни от того, что там изображено. Потому что Марии Терезе на этих тайрах 1780 года, которые ходили во всей Африке, я думаю, что они их даже не представляли, это или такая. Конечно. 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 Но здесь-то христианские государства, вроде той же самой Сербии или Болгарии, которые начинают свою чеканку с чеканки, по сути, выпуска, по сути, подражаний, они же транслируют эту христианскую идею власти и прославления. Так, любая чеканка, она с чего-то начинается с подражания. С того, где мы видели монету. Видели Македронского, начали, это же любая, но, в общем, да. Просто они в 14 веке воспринимали византийскую монету, уже утратившую. Монету, которая уже утратила все свои замечательные качества и функции, которые были в 10-11 веках. Сама византийская монета, сама ее природа, вот эта вот, ее, феноменальная природа изменилась. как мы можем поймать, что является атотропиям, что является киноподобие? Нет, нет, это... Это серьезная вещь, да? Что мы... Ну, атотропия, допустим, да? Голубая пучина. Угу. Но не создают. Это атотропия. Но когда мы говорим киноподобие, это значит, что кто-то поклонялся поклонение... Да, такое могло быть, хотя в источниках это не зафиксировано. Вот только в том отрывке, в том фрагменте 9 века. Единственный раз. Пожалуйста, и словесно. Вот, я почитаю, я почитаю твопречистый образ. Твопречистый образ. что монеты выступали наподобным артефактом является только вот этот эпизод из жертвеват. Легенда. Легенда. Она действительно вокативе. Вокативе. Молитва. Нет. Молитва это обращение. Любая молитва, это обращение к святому, к господу. Есть списки? Нет. У нас есть списки. У нас есть списки. Никто не отменял монету, сами слова не приедут. Конечно. А есть сейчас? Да. Ну то есть, это не закодированная... Нет, 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 нет. Конечно. Это свидетельство о закодированности самой монеты, потому что монеты постоянно повторяются. И это... да, но тогда, это не факт, что это какая-то молитва. предельно общее призывание помощи. Да, да, да. Господи, помоги. Да, и есть молитва. У врачей. Она просто столько влезла, столько вставила. Да, окей. И обязательно рядом с ликом. Потому что лик всегда, мы позвоним словам, молитва. Это не говорит о том, что изображение иконоподобное. Не всякая икона несет молитвы. Там молитва, она подразумевается. Не всякий образ святого является икона. Не всякая икона висает, она всегда несет молитвы. Как мы доказывали, что это иконоподобие, а не апоктропия? А в чем противопоставление? Нет, в чем противопоставление? А почему может быть чем угодно но мы должны отсечь если мы говорим что любая бумажная а вот потому что давайте я указание на прямого указания на это у нас нет никаких нет но тем не менее сказать не скажу с какого времени у нас фиксируются оклады но оклады допустим широко украшенные камнями мы знаем украшенные монетами можно инкрустировать так что оно не отвалится и не выковырилишь от него один пример один пример но не массовый очень массовый как раз привеска как ладо монет это сильно позже это очень позже это очень позже это сильно позже мы просто не знаем сильно рано ничего у нас привесы все отваливаются чаще всего первое что уходит в расход это то что можно оторвать поэтому от него можно инкрустировать так что оно не отвалится и не выковырилишь оттуда но у нас собственно нечего туда инкрустировать у нас большинство монет нет я понимаю большинство монет у нас они настолько мелкие что как камень дело потому что монета не всегда использовалась как украшение в этом смысле как металл мы могли перечитать по всему что хочет для этой же иконы так она когда она вешается на икону она не используется как украшение икона к иконе она икону не украшает а зачем к иконе привешивать икоз в 80 то есть это как бы не совсем функционально если как драгоценность как вот привес чего то это пожалуйста а икона к иконе нет как образ к которому будет поклонение а зачем вот у нас и так есть образ которым есть поклонение зачем его еще усложнять кстати я неси в современном правда не знаю с какого времени может быть 19-18 в греческих храмах перед греческими иконами стоящими только анастасия делаются циновальные иконы которые повторяют большие иконы но в миниатюре и вот они это проскиносятся как раз они и называются а привески там какие рыбки а вот они что угодно может быть там ручки и ножки и глазки и рыбки кто кому что кому что это такой короткий апотропизм и иконоподобие монет да мы понимаем так сказать ноль сакральности апотропизм и как максимум это иконоподобие и вот как это вот ну вот я же для того и вот этот вот экскурс длительный в истории восприятие монеты глазами христиан и предпринял что сама по себе монета вот как этот вот предмет с одной стороны да вот у каждого бренчащий в карманах но с другой предмет на который обратил внимание сам Христос и уже поэтому этот предмет можно воспринимать как ну как действительно как вот эта вот действующая модель общение миров связи взаимосвязи между сакральным и профанным между небесным и земным и то как монета возникает как она вот так сказать получает отпечаток штемпеля и становится монетой превращаясь из того чем она не была превращаясь в то чем она теперь стала и все это происходит действием вот этого механизма сопряжения двух штемпелей и вот сам по себе этот процесс он действительно оказывается в глазах христиан очень удачным объяснением того как вообще возникает образ как любой прототип как любой протограф обзаводится бесчисленным множеством своих копий воспроизведений и эти воспроизведения эти копии они действительно несут святость своего предшественника своего прототипа и уже в силу этого отношение к монете оно вот оказывается непростым мягко говоря это раз это можно это я с этого начинал а потом вопросы касающиеся отношения к изображению императора на монете и здесь как раз для римского времени все точки над ее расставлены очень четко мы знаем что такое оскорбление да но это можно перевести на более широкий фон вот эту вот эту вот эту картину потому что императора ровно так же продолжали почитать и византии как и в позднем риме и когда на седьмом вселенском оговариваете тот характер почитания те формы почитания которые приличествуют теперь образу господа в качестве образцов в качестве таких вот моделей для как раз предлагались императорские изображения точно так же и лобызать и выжигать свечи и простираться и простираться ниц только в данном случае можно сказать что да речь идет о иконе Христа и почитать ее нужно так же как вот такой же монументальный монументальный изображение монументальный проект государя а теперь мы только что и делаем как эти две большие картинки уменьшаем до размеров иконного кружка и переносим на обе его стороны просто уменьшаем в размерах но не в качестве теряем в количестве но выбираем может быть в качестве но вы кстати этот переход на штемпель да это может быть ну мы его знаем гораздо позднее например от 9 века почему нет я могу сказать и по мусульманскому не знать а оказывается что в тексте которые писались на монете они писали вот эти благопожелания которые монета даст или что-то случается они относились к штемпеле а не к монете это ну мусульманские дела не знаю но то что на штемпеле это штемпель это вообще отдельная either моя тема этот это вас это у нас у салют то что происходило вот в этот момент что то происходило со в этом деле км международным Штемперов, как и монеты, являются предметом государственной собственности. Штемперов, как и монеты Древней Греции, также были предметом государственной собственности, и его кража, порча, воспроизведение также были предметом уголовно наказуемым. Так что, как здесь, в Византии... Не знаю, и еще вот по поводу... Конечно, конечно, вот так. Потому что он гораздо более серьезный учет заняты, чем за выпущенной монетой, которые... Да, ситуация на монетном дворе, да, это же тоже такой особый казус, наверное, юридичный. Это то, что может множество. Не знаю, да. Вот, и к вопросу, там еще об отпечатке, я не знаю, вот этот текст на греческом у вас есть, я знаю точно, что, в отношении отпечатывания штемпелем изображения на монете, я знаю, что в древней греческом учителем назывался характер. Характер, только у византийских греков, да. Это точно, это слово использовалось. Ну, вот у меня там в компьютере есть этот текст, я не распечатал его. Ну, что, не нужно. Ну, да, но он не самый главный. Главное, получается, вверх. Ну, естественно, да. Который характер отпечатывается. Ну, это уже другой немножко. Оно уже заканчивается. Ну, наверное, наверное, да. Спросить у коллег в зуме, есть ли у них вопросы. Дорогие коллеги, те, кто в зуме, скажите, пожалуйста, есть у вас вопросы или напишите, если они есть. Ну, видимо, вопросов у них нет. Тогда еще раз большое спасибо, Михаил Николаевич. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот какую-нибудь картинку выберу сейчас, чтобы закончить. Нормально врать, да? Так, хорошо, ладно. Давайте мы вот какой-нибудь первый слайд возьмем, да. Давайте, да. А вот просто. Еще раз большое спасибо, Михаил Николаевич, за доклад. И особая благодарность за дискуссию. Лично мне очень нравится, когда дискуссии живые. Да, я получаю особое удовольствие, как мы и все мы. Ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем наш вот этот вот сезон большой. такой замечательной дискуссией. Я думаю, что мы можем еще полчасика где-то, может, минут сорок дискуссию продолжить у нас в 15.01. Это очень интересная тема, о которой мы сегодня говорили. В чате есть вопрос. Прекрасный доклад, спасибо. Михаил Николаевич, это вам. Вам слова благодарности. Эти дискуссии можно продолжать. Я думаю, что наше заседание в сентябре, оно эту дискуссию продолжит. Есть надежда. Что мы, да, я очень загадочно так объявлю, не называя докладчик и темы, даже времени. Следующий доклад, наверное, продолжит эту тему, и мы поговорим об этом еще раз. Итак, мы уходим на летние каникулы и увидимся в нашем семинаре в сентябре. Всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо.